Тут нам Латушка Павел говорил, что Путин активно за транзит выступает. Как вам кажется, Лукашенко боится этих выборов или, в общем, уверенно глядит в будущее? Мне кажется, после 2020 года Лукашенко боится общественного выбора. И для него это как страшный сон, который он пережил. И поэтому он перенес эти парламентские выборы, которые были запланированы вовсе не на 2024 год. Они планировались в 2022 году, должны были пройти очередные. Но это все по срокам сдвинул. И очевидно, что он сейчас очень будет подходить к этому вопросу с иным, можно так сказать, пониманием. А он уже подходит. Он зачистил все информационное поле, политическое поле, ликвидировал все оппозиционные партии, которые на самом деле были вообще вне политики, в головы, если они никакой роли не играли. Ни одна из партий, никаких у них там ячеек реальных не было. Но он оставил сейчас четыре партии, которые вообще по модели очень подобны на российские. И я полагаю, что может быть вообще его консультировали люди, которые тем же политическим вопросом занимаются в администрации президента России. Поэтому Лукашенко к этому очень подготовлен, проводится пропаганда. Но Качанова вновь возглавила вот эту команду, которая будет заниматься выборами. По отзывам людей, которые работали в администрации Лукашенко в 2020 году, Качанова была одной из тех фигур, которая провалила президентскую кампанию Лукашенко. Он ее вообще не вел, никакой программы у него не было, если помните. И в силу ряда конфликтов, которые у нее были с Шейманом, это привело в том числе и к тому, что они не ожидали, что случится такой всплеск. И, в общем, Качанова была одной из виновников того, что произошло в 2020 году. Но это по мнению людей, которые работали с другой стороны, можно сказать, и наблюдали ситуацию с стороны власти. Ну а в 2024 году, в феврале, конечно, парламентские выборы, выборы в кавычках, потому что их не будет, будет все сфабриковано. Списки уже заранее будут известны тех, кто будет избран депутатами в парламент. Ну и там еще, помимо всего прочего, по-моему, 13 тысяч будет избранных депутатов местных советов, от которых вообще ничего не зависит. Это люди бесправные в плане своих полномочий. Вот мы, если мы посмотрим страны Европы, то во всех странах развито местное самоуправление. В Беларуси этого нет. Есть вертикаль власти выстроенная, и районный начальник или районный депутат вообще ничего не решает. А в Европе наоборот. Все зависит от развития местного самоуправления. Так вот, эти парламентские выборы, они, на мой взгляд, для Лукашенко могут быть рубиконом для его последующей пенсии, я полагаю. Потому что транзит политический, который Путин и Лукашенко обсуждали в сентябре 2020 года в Сочи, я полагаю, что он идет, затянулся во времени из-за войны в Украине или из-за ряд других причин. Но я полагаю, что все-таки там все идет по сценарию. Если вы откроете и найдете видео Лукашенко 2020 года, выступления в сентябре, которое он давал неоднократно для разных медиа, то там очень четко он сказал, что он будет уходить. У него спросили, сколько, он говорит, ну, там, два года он, по-моему, называл такие данные. У него спрашивали, раньше будет парламентский или президентский. Он говорил, что он склоняется раньше к президентским выборам. И, ну, подчеркиваю, все это затянулось во времени. Плюс, если вы посмотрите, тот же 2020 год, там очень много звучало с его стороны и других людей, которые власть обслуживали, информация о том, что нужно провести новые выборы. Даже даты назначались, там, в 2021 году планировали весной провести новые парламентские и президентские выборы. Вот, в частности, об этом неоднократно говорил Давыдько, такой есть персонаж, который там был парламентский. Да, и это вот тоже показывало, какие были настроения тогда и какие сейчас. Я думаю, что этот политический транзит, он неизбежен. Во-первых, в силу возраста Лукашенко ему в будущем году исполняет 70 лет. Во-вторых, в силу того, что он в будущем году тоже празднует 30-летие власти. А в-третьих, увидели, может быть, один из признаков появления резиденции его с документами на имя фонд Пул Первого, или как там фонд Первого называется. И, конечно, да, это все будут такие звоночки и признаки, которые могут показывать о том, что такое транзит может случиться. Ну, как бы вопрос в том, что пойдет ли Лукашенко на этот транзит, как он будет выкручиваться в силу своего характера. Но я полагаю, что от него сейчас очень мало чего зависит. И я полагаю, что решение будет принимать не он, а будет принимать Путин решение о том, когда ему лучше всего избавиться от Лукашенко. Ну, Путин же тоже не этот самый, у него там в Украине не очень хорошо дела идут, и он не может взять и поставить какого-нибудь бандита здесь русского, как говорится, на эту малину белорусскую. Тоже же будут какие-то там технологии, как-то они будут искать. Технологии, технологии. Кто на ваш взгляд наиболее подходящий кандидат на роль, так сказать, заместить, на роль человека, который заместит Лукашенко на этой должности, хотя бы пусть и временно? Ну, я полагаю, что если мы говорим об этом, то именно технологии будут задействованы такие, чтобы никто не подкопался, чтобы в том числе и протестов не было в Беларуси. Я полагаю, что кандидатом номер один на эту позицию является Наталья Качанова. Она очень много гастролирует по Беларуси, встречается, объехала все области, в районах часто бывает. Я вижу, как активно раскручивает на белорусских телеканалах, она каждый день в информационной повестке. Ну, это вот такой, мне кажется, очень существенный показатель. Плюс надо помнить, что Лукашенко под нее Конституцию переписал. В феврале прошлого года, когда была изменена модель перехода власти в случае, если будет какая-то проблема с первым лицом, то полномочия переходит не премьер-министр, а главе парламента. Она такую позицию сейчас занимает. Поэтому это все признаки, которые на это указывают. Более того, Качанова присутствует на очень многих совещаниях и выполняет поручения, которые не свойственны ее должности. Это тоже очень о многом говорит. Но я полагаю, что Лукашенко сам ее выбрал. Выбрал с точки зрения каких-то, может быть, своих метрик, и своей, может быть, склонности доверять людям, которые обязаны ему карьерой. Качанова ему обязана всей своей политической другой карьерой, потому что из начальника ЖКХ она дошла до второй позиции в государстве. Ну и еще важный момент. Качанову все-таки отметили очень высоко в России. Ей вручили в апреле прошлого года орден дружбы, что очень редкий случай в российско-белорусских отношениях. Очень мало белорусов получали такой орден. Причем это не было связано ни с какими юбилейными датами. Просто так вот Путин решил ей орден вручить. Матвиенко ее там тоже активно выгуливает постоянно в Москве. Кортежи, чего раньше никогда не было для такого поста, который она занимает, это является очень важным свидетельством того, что, возможно, она как раз выбрана таким преемником. Из других кандидатов, ну, может быть, Роман Головченко, но пока не заметно этих каких-то движений, телодвижений. Но, что касается... Кто? Головченко. Вялый, безинициативный работник. Ну, вялый, безинициативный, иногда и вялые становятся невялыми. Ну да, Путин же вот стал. Да, да. Поэтому я пока вижу Качанову. И, кстати, если я опять же вернусь к мониторингу, который я провел, я посмотрел запросы пользователей в Беларуси, и Качанова неожиданно для меня даже за сентябрь текущего года вышла на лидерские позиции внутри Беларуси, и начали в Беларуси интересоваться. Больше в два с половиной лет, почти в три раза, чем, например, Светлана Тихановская. Это тоже очень интересный показатель, потому что, ну, есть, видимо, какие-то признаки, которые внутри страны более заметны. Может, потому что у нее в последнее время было очень много таких заявлений непопулярных. Ну да, да. Чайлд-фри плохо, женщин всех рожать отправить. Если от Беларуси думают, дай-ка я посмотрю на эту... Что-то, кто-то нам только приказывает. Она же заявляла, что президентом должен быть в нашей стране мужчина. Это что за кокетство такое? Кстати, кстати, вот вы говорите Качанову, это такой удар по Лукашенко будет. Он же сказал, конституция не под женщину у нас, все. Вот, и тут на, получай женщину. Это же Александр Игоревич в рабу перевернется, извините. Ну, если вы вспомните, в 2020 году, посещая одно из предприятий в Беларуси, Лукашенко тогда сказал, упомянул Наталью Ивановну Качанову, что она может вполне быть президентом. Есть его цитата на каком-то заводе. Ну, то есть он мог не просто так проговориться. Может быть, он уже об этом думал еще тогда, в 2020 году. Поэтому я бы такой вариант не исключал, подчеркиваю. Тем более, что есть, вероятно, всего у Лукашенко тоже, какой-то свой план, план Б, или как его можно по-другому называть. Тем более, что он переходит, вероятно, всего где-то в марте, апреля будущего года на должность руководителя Всебелорусского народного собрания. Ему нет смысла дальше оставаться во главе, в том кресле, которое он сейчас называет президентским, потому что он получает кресло, которое неизбираемое фактически народом, а кресло, которое избирается там узкой группой людей, которых он сам отбирает. И получается, что он может командовать всем остальным процессом. Поэтому в этом плане вполне все вписывается. Я предполагаю, что такие выборы могут состояться, в том числе и в будущем году президентские. Я такой вариант не исключаю. По действующей конституции до очередных президентских выборов срок заложен не позднее 20 июля 2025 года. Но они могут состояться в любой момент, вплоть и в 2023, 2024, 2025 году. Но я склонен полагать, что это может быть в 2024 году. И для власти более правильным и эффективным, наверное, будет являться выбор месяца холодного. Чтобы это было холодно на улице, чтобы никто никуда не был. Понятно. Что касается, что касается, если, предположим, пройдут президентские выборы какие-то, и в бюллетене будет фамилия Качанова, например, но не будет фамилия Лукашенко, я полагаю, что Качанова выиграет. Даже в первом туре выиграет. Потому что никого из оппозиции туда, очевидно, не допустят. Выберут самых каких-то глупых кандидатов. И в этой ситуации люди проголосуют за Качанова, потому что они не увидят там фамилию Лукашенко. И в этом плане, может быть, Лукашенко ориентируется еще на другую вещь. Но вот они же, типа, он думает, они же женщину выбрали одну в 2020 году. Какая разница? Какая фамилия будет у этой женщины? Давайте им другую. Может, не заметят. В 2020 году он же ее выбрал как кандидат, в первую очередь. Он ее зарегистрировал, он решал про нее. Вот так он посчитает, но вот Качанова о чем? Какая разница, как женщину зовут? У меня еще осенила догадка. Может быть, она и не женщина. Знаете, как... Ну, ладно, оставим это. Ну, мало ли. Тут у нас в чате Тата, вот наша зрительница, пытается уже в 25-й раз повторять. Задайте мой вопрос полкунцу. Я с удовольствием... Тата, напишите его еще раз, потому что я не могу найти ваш вопрос. Но вопрос, скорее всего, очень неприятный для вас будет, потому что... А, это какая-то бот или какой-то тролль? Нет, 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 это совершенно реальный человек, да. Постоянная зрительница, да, да. Мы точно знаем, что она живой человек. И она такая прям хорошая. Вот, вот, я нашла вопрос, я могу его напомнить. Давай. Вопрос. Давай. Поддерживаете ли вы сейчас связь с Суздальцевым? Господи боже, кто такой? Нет, не поддерживаю. Не поддерживаю. И никогда... Я отвечу еще раз на вопрос, который постоянно Тата или кто-то задает. Наша Нива про это пишет, это по майкам. Постоянно пишет, что Суздальцев был моим руководителем. Никогда Андрей Суздальцев моим руководителем не был. Никогда я у Андрея Суздальцев не учился. Моим руководителем был в том числе Евгений Ясин на высшей школе экономики. Вот, Андрей Иванович, как один из тех, кто работал в Вышке, там больше 7 тысяч сотрудников было, поэтому один из тех, кто был в том числе среди коллектива огромных университетов. Поэтому нет, не был никогда. Спасибо. И не поддерживаю. Хорошо. Все. Ну, надеюсь, Тата, мы ответили на Ваш вопрос. Но это правда не бот, не это самое. Так что даже не думайте. Знаете, проблема в том, что часто вот когда кто-то там видит кого-то с кем-то где-то на каком-то мероприятии и так далее, и делает выводы очень глубокие, но на самом деле очень опосредованные выводы. Потому что, ну, как бы ориентироваться на то, что там Суздальцев или кто-либо иной влияет на всю российскую политику, полная глупость. Поэтому часто вот считают, что Суздальцев является неким человеком, который, не знаю, является самым главным злом, а там Беларусь или что угодно. Ну, какая-то у него есть позиция, но он вообще ни на что не влияет в России или там никак не определяет некую белорусскую повестку. И всех к этому Суздальцеву несчастному, в том числе Лукашенко, прицепились еще там с 90-х годов. Ну, как бы, ну и что, он вообще ни на что не влияет. Чего его колупают, я не понимаю, как бы, в этом плане. Я тут не являюсь там каким-то защитником, а я просто констатирую факт, что есть более глубинная причина. Люди смотрят на какие-то поверхностные, там фамилиями цепляются какими-то другими. Ну, слушайте. Это, на самом деле, логическая ошибка. Это нормально для людей? Тут у нас в чате вы уже и ставленник Кремля, вы и друг Путин. Ой, господи. Ну, это ж нормальная история. Мы тоже, мы вот за Качанову топим. Да. Значит, смотрите. Если продолжить все-таки вот эту тему, там с Качанова, если Качанова, то она будет все-таки, ее потащит каким-то образом Кремль. Правильно? Ну, так, по логике. Я полагаю, да, это будет не она, это будет ее договоренность. Лукашенко, он ее определяет. И я полагаю, что Путин говорит, вот я выбрал себе преемницу. Но Путин говорит, ну выбрал, молодец, давай, все, вот поддерживаем, все, молодец, хорошо. А вот эти пацаны, Хренин, Вольфович, Тертель, Головченко, пусть бог с ним даже. Да, тот же самый, в коллаборации с каким-нибудь, с одним из них. Вот они совсем, что ли, прям такие покорные, и типа, а, ну, Александр Головченко решил. Или все-таки там они начнут задумываться о том, что такой клочок земли пропадает. Может быть, я возглавлю. Гендерный вопрос станет ребром? Да, как вы думаете? Ну, ядерный вопрос, это стоит все-таки... Нет, гендерный, она говорит. Гендерный. Имеется в виду... А, гендерный. Эти ребята не восстанут, скажут, типа, что вы там без нас решаете. Я тут, Вольфович, верой и правдой служу Белоруссии, российский гражданин, верой и правдой служу Белоруссии. И тут вот эту юбку нам ставят. И начнутся волнения. Я думаю, что все-таки, наверное, есть, вы правы, некая гендерная история. Я не знаю, какие личные взаимоотношения между Качановой и людьми, которых вы перечислили, но полагаю, что в рамках системы они как-то ладят и взаимодействуют. Но если ее все-таки будут выбирать, то, наверное, в том числе и Лукашенко будет советоваться и знать какие-то настроения среди силовиков. Если он знает эти настроения и, например, послушивает, поднюхивает этих всех чиновников и знает, о чем они говорят дома, в том числе и где-то на каких-то других собраниях. Если он увидит какую-то нелояльность, то, наверное, он их поменяет, вычеркнет. В том числе, чтобы не было того, о чем вы говорите. А он все знает? Он все знает? Такую систему выстроил? Я думаю, старается. Старается. Старается слушать, видеть всех. И то, что у него было в 2020 году, я полагаю, что он прозевал, наверное, на ту ситуацию, на тех настроениях среди политиков и людей, которые, в том числе, на выборы пошли. Либо прозевал, либо недосмотрел, либо посчитал, что это несущественно будет. Но если бы ему, может быть, более весомо это докладывали, то я полагаю, что и кандидатов могли бы раньше арестовать еще до выборов, то есть зачистку провести. Вот то, что сейчас происходит, он же сейчас до выборов парламентских зачистку за пару лет уже начал проводить, чтобы никто там никуда не вышел. Но Качанова для чиновников силового аппарата может быть неприемлемой вполне себе фигурой, учитывая эту гендерную, как вы правильно отметили, составляли очередь. Но для них гарантом на сегодняшний день является Лукашенко. Поэтому они вокруг него консолидировали свои ресурсы и являются таким оплотом его некой политической стабильности. Потому что если нет опоры на население, то как раз здесь на пользу пришел этот силовой аппарат. Ну ладно, ладно, посмотрим, как говорится. Спасибо вам за разговор. Спасибо большое. Вам написали, что у вас очень сексуальный голос. Это Костик не от себя, это вам написали. Написали, то есть мы мало того, что ставленник Кремля, так еще и сексуальный голос. То есть все у нас в этом смешалось. Поэтому приходите еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!